Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Собственно, после выходных мы традиционно с вами открываем начало недели. Пусть это уже, скажем, оставшаяся часть азиатских торгов уже переходит на европейские, но все равно мы понимаем, что основные движения, они на рынке только впереди. Очень надеюсь на то, что эти выходные вы провели хорошо и смогли, по крайней мере, сохранить бодрое расположение духа, поскольку оно будет иметь чуть-чуть большое значение, особенно в контексте и в преддверии тех отчетов, которые мы с вами ожидаем. Возможно, кто-то из вас уже посмотрел на содержание экономического календаря и знает то, что поспекулировать точно будет. В центре внимания предстоящих торговых дней, безусловно, британская валюта, поскольку мы проанализируем сразу за неделю данные по инфляции, обратим внимание на голосование представителей британского регулятора по поводу процентной ставки, поймем, с какими ожиданиями по инфляционному росту и экономическому восстановлению имеют дело, собственно, представители Банка Англии. И, в принципе, будем знать, друзья, нужно ли и есть ли основания нам продолжать спекулировать на более жесткой монетарной политике. То есть для британца готовьтесь, все будут серьезные движения, и в идеале бы, чтобы эти движения совпали с нашим прогнозом, в соответствии с которым мы хотели бы видеть пару фунт-доллар уже выше отметки 1,42. Британская валюта, при всем, собственно, уважении к тем движениям, которые мы ожидаем, может все-таки уступить по динамике движению доллара, потому что, собственно, уже в среду заседание ФРС, которое, как вы помните, для нас имеет очень большое значение, поскольку в этот раз мы ждем фактическое решение ФРС относительно повышения ставка. Как и всегда, шаг, в принципе, размеренный, 25 байсных пунктов и, соответственно, по ожиданиям ставка 1,75. Я не сомневаюсь в том, что американский регулятор все-таки примет сейчас это решение, потому что очень много сигналов, предпосылок для этого. Мы долго уже шли к этому мартовскому заседанию, и 100%, как вероятность, нами уже была обозначена. Осталось только дождаться фактически самого решения и послушать, что же скажет руководство ФРС. Безусловно, нас интересует комментарий Джерома Паула, который классически даст пресс-конференцию. И основной вопрос, на какое количество подобных шагов нам стоит ориентироваться до конца этого года. Я думаю, что разочаровать нас, в принципе, невозможно, потому что при худшем раскладе представители ФРС обозначены готовности трех повышения процентной ставки. В идеале бы, конечно же, если речь пошла бы о четырех. Но будем пока что довольствоваться малым. И все равно даже перспективы трех повышений – это более чем достаточно, чтобы сохранить нас в числе покупателей доллара. И, в частности, ставить на его рост против рисковых инструментов. Это очень важная ремарка и поправка, потому что мы до сих пор не можем, скажем, наблюдать и рассчитывать на ату положительную динамику доллара против защитных компонентов. Ну, в парах доллар-иена, доллар-франк, потому что знаем, что тот новостной фон, который сложился сейчас, больше все равно при ожиданиях ухудшения новостного фона, роста, опять же, эскалации, напряженности, в том числе и политически, в США может снова сплоцировать повышенный спрос на иен. Поэтому, если мы посмотрим на пару доллар-японская иена, действительно, это тот дуэт активов, который пока не развивает восходящую динамику. И, более того, сохраняет даже шансы и потенциал для того, чтобы просесть еще серьезнее. Ну, я думаю, что у нас будет с вами очень много времени, чтобы детально разбирать этот новостной фон на этой неделе. Сегодня мы открываем неделю. Классический понедельник каких-либо интересных отсчетов нету, поэтому основные релизы, они начинаются уже с вторника. Будем их ждать, друзья. Будем держать руку на пульсе и будем стараться вовремя предугадать те движения, которые могут на рынке произойти. Ну, а теперь давайте чуть подробнее остановимся на основных инструментах. Сейчас я вкратце побегусь по ним. Для более подробной информации с огромным удовольствием приглашаю вас сегодня всех на вебинар, который состоится в 16.30 по московскому времени. Снова будем разбирать события прошлой недели, чтобы продолжить и сохранить этот посыл преемственности, потому что для нас, фундаменталистов, важно понимать, с чем мы работали раньше, потому что знание новостного фона, который сложился, скажем, несколько недель назад и даже месяцев, это часть ответов на те вопросы, которые касаются перспектив инструментов в будущем. Вот как раз мы и следим за этой преемственной фундаментальной картиной. Надеюсь, что вы, кто постоянно присутствует на брифингах, как никто, знает, что с инструментами происходит и, в принципе, каких долгосрочных посылов-ориентиров можно придерживаться. Нефтянка, класс 66.12, заключительная сессия прошлой недели, то есть ушли мы по бренду выше отметки 65, сегодня с небольшим гребным открытием котировки 65.82. Но я думаю, что мы все равно можем говорить о том, что бренд торгуется в районе 65, как это было раньше. И как мы верно заметили, я думаю, что будем использовать эту коммунировку и дальше, то, что перетягивание канат между ОПЕК и Соединенными Штатами Америки, между сверхпредложением со стороны Штатов и более потенциально высоким спросом со стороны мировой экономики, эти два новостных фона будут бороться. И, собственно, если вы задаете вопрос, почему мы выросли в пятницу, честно говоря, я бы даже затруднился на конкретный ответ, потому что у нас был в пятницу отчет Бэкки Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Это очень важный релиз, такой же важный, как и отчет от Аминистрации электрической информации, то есть получая цифры по количеству терминалов, мы, в принципе, рассуждаем о том, будет ли в связи с этим наблюдаться прирост в нефтедобыче. Так вот, у нас по Бэкки Хьюз снова увеличение, вернулись мы к юбилейной планке 800 единиц, плюс 4 единицы, соответственно, за неделю. Но трейлеры эту статистику не отыграли. И более того, котировки нефти не только не просили, а выросли. Я бы сейчас ни в коем случае не позволил бы себе дожидать рекомендацию о том, что нужно рассматривать длинные позиции по нефти, потому что это в корне противоречит тому фундаменту, который сейчас сложился. Друзья, мы работаем со штатами, мы работаем с еженедельными показателями, указывающими на то, что производство продолжает увеличиваться. Напоминаю, что только на прошлой неделе у нас снова был прирост на 20 тысяч единиц, это чуть меньше, чем несколько недель назад. Но все равно, благодаря даже такому приросту, мы вместе со статистами из США, которые анализируют совокупные объемы добычи, коснулись снова рекордного максимума в 10.38. И дальше будет, уверен, еще больше рост, потому что количество терминалов Бейкер-Хьюса, буровых, сланцевых платформ, как угодно, располагает к этому. Не забывайте про прогнозы администрации аналитической информации. В апреле у нас прирост по сланцевому производству может составить 131 тысячу. Я думаю, что показатель будет даже выше. Соответственно, Штатам мы, как и раньше, отводим роль основного региона. Да и в целом, производство в Штатах – это риск для всего рынка черного золота. Потому что при оценке совокупного спроса со стороны мировой экономики, я думаю, что вы не забыли цифру. Я приводил вам эти доводы со ссылкой на официальное ведомство. Вы должны были усвоить, уяснить тоже, как угодно можно сказать, то, что спроса со стороны мировой экономики все равно будет недостаточно, чтобы покрыть то предложение, которое мы ожидаем со стороны США. И поскольку у нас есть конкретное подтверждение в виде статистики, что производство увеличивается, я думаю, друзья, мы по-прежнему можем оговориться о том, что эти высокие показатели нефтедобычи будут вынуждать представителей ОПЕК отказываться от стопроцентного соблюдения обязательств. В конечном счете, возможно, к июньской встрече мы с вами уже подойдем с официальными данными от ОПЕК, что многие регионы, скажем, не в полной мере соблюдают свои квоты. И, как вы помните, Иран уже готов поднять вопрос о досрочном сворачивании вообще всего этого политического пакта. Может быть, это произойдет даже раньше июня. Но совершенно очевидно, что Штаты продолжают покрывать объемами поставок все большую часть ценного азиатского рынка. И очень больно смотреть на это представители ОПЕК, потому что они фактически теряют свою долю. Я думаю, что нервы у них, скорее всего, не железные. Кто-то даст глубину раньше. И при появлении первого процедента, когда, ну, возможно, Саудовская Аравия, либо Иран будут добывать уже гораздо больше нефти, чем сейчас, для нас станет хорошей новостью. Потому что на фоне такого функционального фона мы будем делать ставку на еще большие распродажи. Я надеюсь, друзья, то, что вы находитесь в коротких позициях. Кто-то встал в шорт с более высоких уровней. То есть находитесь сейчас и имеете плавающий профит. Может быть, кто-то принял решение о продажах на значениях пониже. Но все равно этот ориентирован верен. Потому что на таком фундаменте покупать, я думаю, что весьма опрометчивое решение. Надеюсь, что мне отчасти удалось вас убедить примкнуть к остройне продавцов. Рубль 57.50. Тема с выборами позади. И, соответственно, какое-то время, может быть, пару дней рынок еще будет резонировать на данной тематике. Но в целом рубль уже дается глубину, даже при том, что котировки выросли. Я думаю, что наблюдая сейчас уровни 57.50, мы в целом можем, как и раньше, ориентироваться на те уровни девальвации, которые были обозначены нами в качестве цели. Это 59, либо даже выше. То есть времени до их достижения остается все меньше. Для тех, кто медлил с принятием решения о том, чтобы купить валюту против рубля, соответственно, времени остается еще меньше. Но есть еще, поскольку даже если прикинуть, что девальвация составит еще 2,5 рубля, то есть фактически больше, около 5% заработка, это без плеча, я думаю, что достойная цель, особенно с учетом какого-то срочных ориентиров. Доллар японская и иена. Очень важно, что мы в преддверии заседания американского регулятора получили еще один блок сильной статистики, потому что это промпроизводство, собственно, отсчеты, которые были опубликованы в пятницу, и мичиганский индекс. И здесь, анализируя цифры, даже если бы не хотелось преувеличить значимость этого позитивного фона, не удалось бы, потому что статистика, она и так весьма крестноречива указывает на то, что более сильные цифры, наверное, сейчас невозможно было бы увидеть, потому что промышленное производство с минусом 0,5% выросло на 1,1%. Это, между прочим, пятый месяц роста подряд, и мы в целом можем уже констатировать, что тот спад, который наблюдался из-за ураганов, полностью нейтрализован, промсектор вырос существенно, даже превзойдя показатели прошлого года. И в годовом выражении рост составляет сейчас практически 4,5%. И важно отметить, друзья, то, что мы наблюдаем положительную динамику в этом секторе параллельно с ростом инвестиций в основной капитал. А рост инвестиций в основной капитал, который превысил 6,3% в этом году, и явное доказательство того, что работает налоговая реформа, может быть, еще не в том формате, в котором хотелось бы, но стимулирование экономического роста за счет высвободившихся ресурсов из-за снижения корпоративных налогов, это уже очевидный факт. И мы видим, как статистика начинает, собственно, просветать, и в конечном счете позволяя рассчитывать нам на более интересные показатели восстановления. Если сослаться на последний комментарий Джерома Пауэлла во время его первого такого официального выступления в начале этого года, мы помним, что лишь сильная статистика может окончательно убедить предстоящее ФРС в том, что экономика готова к многократному повышению ставок. Вот уже много недель с тех, со времен его пресс-конференции прошло, и я думаю, что ни одна неделя нас, по сути, не разочаровала. Мы проанализировали уже все сектора, и из совокупности вот этих данных пришли к выводу о том, что американская экономика действительно сейчас справится даже с четырьмя повышениями процентной ставки. Конкретику, как я уже отметил, мы получим только в среду во время пресс-конференции, но, согласитесь, заранее тоже можно уже рассчитывать на определенные позитивные такие тенденции, закладываясь под потенциальный рост доллара. Но укрепление американской валюты мы с вами с большей выгодой сможем отработать и отыграть только против рисковых инструментов. Что касается доллара японской иены, доллара франка, нужно понимать, что сейчас на рынке витает еще риск того, что на этой неделе могут быть приняты решения о расширении импортных санкций, вот этих тарифных барьеров со стороны США, и, скорее всего, речь пойдет уже о китайских экспортерах. Соответственно, если эта новость будет озвучена со ссылкой уже на официальные источники в администрации Трампа, и мы увидим вот этот, скажем, пост, видео, фотографии, подписи Трампа под вот этими барьерами уже в адрес США, конечно же, точнее, в адрес Китая, к сожалению, японская валюта получит еще одну возможность, чтобы вырасти, и я не удивлюсь то, что мы сможем коснуться даже поддержки в 105, либо оказаться ниже. То есть сейчас на фоне вот этого новостного, из-за вот этих рисков, которые являются актуальными, рекомендую быть крайне осторожными в торговле доллара против защитных инструментов, потому что даже несмотря на поддержку, которая есть для доллара, с учетом новостного фона, который мы проанализировали, доллар будет не в силах, чтобы побороть преимущества защитных конкурентов, а вот против риска будем отыгрывать даже с еще большим интересом потенциальное укрепление доллара. Ну и, собственно, теперь, переходя к рисковым активам, евро у нас снижается, уверен, что до конца этой недели эта динамика будет сохранена, во-первых, потому что мы еще резонируем, даже если опустить доллар от последних комментариев председателя Европейского центрального банка Траке, который не расчаровал нас трейдерам, которые ждали намеки на мягкую экономическую политику и подтвердил то, что никаких разговоров о сворачивании программы количественного смягчения, вообще об ужесточении сейчас быть и не может. И плюс ко всему мы еще в пятницу получили отчет по индексу потребительских цен еврозоны. Спад в очередной раз, друзья, тоже, как мы ориентировались и ожидали, с 1,2 до 1,1 процента. Соответственно, эта статистика подтверждает все опасения Европейского центрального банка и полностью еще раз делает такой акцент на комментарии Траке о том, что политика будет оставаться мягкой ровно столько, сколько индекс потребительских цен подавлено. Сейчас мы работаем именно с подавленной инфляцией, а значит ставим на ослабление евро, потому что это правильная ставка с учетом проводимой монетарной политики. И очень хорошо, я думаю, что на этой неделе может отыграться идея контраста политик, потому что мы буквально в конце прошлой недели убедились в том, почему ЭЦБ должен сохранять программу количественного смягчения. И на этой неделе, в среду, убедимся в том, что ФРС, повысив ставку, будет по-прежнему привержен политике еще более высоких процентных ставок. И продолжим движение на этом пути до конца 2018 года, как минимум. Поэтому евро-доллар, я думаю, что можно даже замахнуться на коррекцию больше, чем на 150-200 пунктов. В идеале бы сделать цель 1,21. Фунт против американца. Здесь, друзья, тоже в начале я брифинга отметил. Для тех, кто спекулирует в фунтон, на этой неделе, скорее всего, новостная картина будет явно способствовать покупкам. Потому что мы завтра будем разбирать данные по инфляции, а в четверг будем работать с заседанием Банка Англии, где помимо решений о выкупе активов, о процентных ставках, нас будут интересовать еще прогнозы по экономическому росту инфляции, потому что эти прогнозы позволят нам понять, какого вектора политики придерживается больше, собственно, Банка Англии. Прежде чем говорить о макроэкономической статистике, я хочу отметить, что на этой неделе состоится еще и заседание Европейского Совета. Не путайте, скажем, это событие со встречей Большой 20-й, потому что заседание Европейского Совета, там будут подняты и обсуждаться совершенно другие вопросы, в том числе вопрос, касающийся Брэнзита и переходного периода для Англии. И я по-прежнему, опять же, отсылаясь к последним комментариям Терезы Мэй, премьер-министра Англии и переговорщиков из Европейского Союза, хочу напомнить вам, что нам неоднократно давали повод спекулировать на том, что эта встреча, это заседание Европейского Совета может быть прорывным для всей процедуры Брэнзита. Поэтому мы ждем позитив для Англии. Этот позитив, скорее всего, должен быть отыгран логичным образом, то есть привести к просто амбританции. И, пожалуй, фунт, как и неделю назад, это единственный рисковый инструмент, который сможет, исходя из национального фундамента, преодолеть потенциальную силу доллара и оказаться более крепче, чем он. Помимо, собственно, заседания банка, точнее, помимо ожидания встречи и заседания Европейского Совета, ориентируемся еще на четверг и ждем комментарий о том, что Банк Англии готов повысить процентную расставку до конца этого года. Я думаю, что нам не нужны даже конкретные сроки, просто вероятность таких изменений более чем достаточно, чтобы увидеть достаточно сильный и мощный раллик у пари фунта доллара. Доллар канадец – статистика, которая является отголоском крайне необдуманных действий Банка Канады по росту процентных ставок, дает о себе знать тотальным негативом объем производственных поставок. Это релиз, который мы разбирали с вами в пятницу. Здесь пад на 1% с прошлого минусу на целых, а на десятые процента. Причина – резкое сокращение производства автомобилей. И мне кажется, что понятно, с чем это связано. Явное свидетельство этого спада – низкие значения активности потребителей, о чем мы с вами уже говорили, и о рисках, о которых также очень много рассуждал и сам Банк Канады. Какой вывод мы из этого делаем? То, что Банк Канады не будет более в ближайшей перспективе повышать процентные ставки, то есть выжидательная позиция сохранится. И дальше мы еще ждем с вами снижение нефти и роста курса доллара. И четвертый фактор – это конкретика по поводу переговоров на авто. Тоже такой вопрос еще остается на повестке актуальным, в подвешенном состоянии. Но я все равно ссылаюсь на усиление именно протекционизма со стороны США в том, что условия нового соглашения Северо-Американского торгового альянса будут выгодны только американским производителям, только США. И, разумеется, крайне невыгодными для членов текущего партнерства и Канады в их числе. Поэтому мы еще поработаем с долгосрочной слабостью канадца. Те, кто держат длинные позиции по паре USDCAD, большие молодцы, потому что профит растет с каждым днем. И я думаю, что пара USDCAD сможет добраться даже до планки 1.35. Главное пока позиции держите, и я, собственно, буду информировать вас обо всем интересном, что складывается по канадцу и имеет место быть на рынке. То есть ни одна интересная новость текущей не останется. Друзья, ну а что касается текущей торговой сессии, то, пожалуй, давайте готовиться сегодня к крайне мощным движениям предстоящих торговых сессий. Считайте, что сегодня у нас единственный спокойный день. Поэтому можете подумать про риск менеджмент, про правила управления капиталом и подготовиться опять же к заседанию ФРС, к решениям по процентной ставке и к супердвижениям по факту суперчетверга для британца. Да, и еще в пятницу будет у нас статистика по инфляции в Канаде. Думаю, что ее также будет достаточно, чтобы понять, исходя из снижения несопотребительских цен, насколько серьезной является проблема низких значений активности домохозяйств. Ну, это, собственно, статистика уже пятницу. Мы будем разбирать спустя неделю. Заведомо настаиваемся на раскладажи канадца и на рост доллара, хотя об этом уже с вами поговорили. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Удачной вам торговой сессии. Такой же замечательной прибыли все недели будет держать вас в курсе. Увидимся сегодня на вебинаре в 16.30 по московскому времени. Ну, а для тех, кто присутствует на брифингах, завтра, как и всегда, в 9.30 по Москве в прямом эфире. Спасибо. Всего доброго. До свидания.